привет друзья на самом месте сожалению мы не можем подобрать такое время удобное что у нас стране то ли 9-11 часовых поясов одни засыпают другие просыпаются основная слушатели это европа 4 часа многие еще на работе где угодно но не за компьютерами и не смотрят мои передачи поэтому начала сюда такое грустное первое первый час но хорошо хоть потом запись кто-то смотрит это мой канал друзья видите вот в нем последние годы как было 9000 подписчиков так и сейчас 9500 то есть канал не развивается хотя здесь сотни уникальных и сотни созданы мною с помощью моих помощников вот и они вы могли принести пользу но учитывая все те же 9000 подписчиков я так прикидывал до многих наших оппонентов именно оппонента вспоминаем этого поливкину скоро будет 2 миллиона у нее просмотр 2 миллиона а все эти 2 миллиона если допустим они делают все как она говорит допустим все эти 2 миллиона значит 2 миллионов садов не будет никогда вообще никогда потому что не ежегодная обрезка режем 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 а деревья все больше и больше выбрасывать веток но что развиваться слабеет при этом а потом а вот это все что она на несколько лет появилась куча этих веток потом теперь уже режем эти ветки то есть осветляем осветляем вот этот идиотизм и она все-таки один раз сквозь зубы выговорила что это классическое садоводство говорит поливкина но ездит альтернативное оказывается то есть узнал где-то видимо кто-то из этих двух миллионов полутора кто-то все сказал вы тут с ума сошли на несколько таких было когда вы с ума сошли я же еще железа вполне от тогда получилась сквозь зубы но есть альтернативное мнение так ты быстренько перестраивайся ведь ты же принесла вред сопоставимый с войной но войной не среди людей а среди садового мира садовый мир вынужден искалеченные деревья бесконечно опрыскивать а значит отравлять почву и отравлять плоды вот когда-то кто-то бы ей вот но нельзя не получается так чтобы где-то нас соединить вот посадить друг против друга если мечтал что против меня сел какой-нибудь очень образованный современная академия сейчас и мечта академики ушли в тень от них ни вреда ни пользы они свое дело сделали они придумали что если на почку на почку не упадет луч света она никогда не заплодоносит но именно поэтому решили что каждую вторую ветку вот так вот на конце вырежем и тогда все будет проникать самое главное идет и придумали а надо так осветлить чтобы валя накинул он пролетел сквозь крону и не зацепился вот это появились такие уже последователи я почему это говорю нас 9 чем-то тысяч соотношение вот так поливкина там есть такие специалисты это ужас тихий летом надо резать осень надо резать зимой надо резать весна и на донат резать но грязь это не так посадил дерево отрежь верхнюю половину тогда приживется они-то отрезают нижнюю половину и у него когда этот сок поступает а тут же рано-рано-рано на штампе а учит а от 50 до 90 сантиметров делать штамп это не шутки все дерево там метр найти дерево метр а очень 90 сантиметров то есть отрезали отрезать а вверху от остается вот такая несколько этих вот этой будущее это вот так смотрите внимание я вам сто раз показывал просто удержаться не могу черт вот это вот чего но вот здесь где голо раны 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 и это сок и движение практически останавливается почему каждая рана умер туля на я потом пока умер тляется так и уже сосудистая система работает либо проникнуть а еще на высоту метр все а у нас соотношение нас и оппонентов где-то 10000 к одному я так прикинул то есть 10000 против 1 невозможность править вот ну как умею старая а